Продолжаем новости из Мордора. Вы знаете, новости ужасают. Вот читаешь всё это, и понимаешь, что, как я уже говорила, люди живут вообще в зазеркалье. И говорят такие вещи, что нормальное сознание, нормального человека это воспринимать не может. Ну, я думаю, россияне это воспринимают нормально. Им это кажется нормальным. Например, Смейл.ру, новости Смейл.ру, господина Усманова. Володин призвал США и НАТО вместо оружия поставлять Украине гуманитарную помощь. Для наступления мира на Украине США и НАТО должны прекратить поставлять туда оружие и направлять наёмников, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вместо этого он призвал отправлять туда гуманитарную помощь. И дальше, что говорит этот упырь. «Всё, что происходит сегодня на Украине – гибель мирных людей, потоки беженцев, прямая ответственность Вашингтона и Брюсселя. Странам Запада вместе с США, если они желают мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи населению», – написал Володин в Телеграм. То есть, в твою страну ворвались орды дикарей, маратёров, грабителей, «А ты не можешь требовать, ты не хочешь просить, даже не требовать, просить помощи от соседа. И тебе сосед хочет оказать помощь, дать пистолет, чтобы ты пристрелил эту сволочь». «Нет, наёмник этот, мародёрный, убийца, наёмный». Почему я говорю наёмник? Ну, потому что этот человек сидит в Госдуме. То есть, он наёмник, который работает в Госдуме. Его наняли для того, чтобы он оболванивал людей. Он говорит, «Нет, вы должны только гуманитарную помощь получать. А то, что мы будем там расстреливать ваши города, то, что мы будем их блокировать, то, что мы будем расстреливать ваших мирных жителей, нет, это не война. Это всё, что происходит, это гибель. Гибель мирных людей, заметьте, он сказал. Гибель мирных людей. То есть, уже прорываются вот такие вот вещи, уже, понимаете, как бы помимо его сознания. То это нет, это виноваты вообще США и Вашингтон. Это из США ракеты летят на мирных людей, из Вашингтона летят, из Брюсселя летят они. Они не летят с белорусской территории, они не летят с Чёрного моря, они не летят со стороны Донбасса, нет. Вы знаете, даже вот мне, как человеку, выросшему в Советском Союзе и привыкшему читать вот такое вот всё, то даже у меня лезут глаза на лоб, когда я читаю вот такое. Что-то переварить невозможно. Но уже, как бы, вот эти вот все убийцы, они проговариваются. И даже Вова Путин, выступая на этом стадионе, наполненный российскими фашистами, поддерживающими убийства людей в Украине и разрушение украинской территории, и то он проговорился, так сказать, оговорился. Назвал спецоперацию, специальную военную операцию, войной. Так что, у Путина тоже можно протянуть до криминала. От 6 до 15 лет. И туда его отправить. Куда там вас отправляют? Ну, там вот он, где шваброй пользуют. Ну, очень это бы подошло. Очень. Ну, и Володина туда, и всех остальных. Это, мне сомнение. Понимаете? У них это ещё всё впереди. У них всё-всё-всё впереди. Это, знаете, как мне под одним из предыдущих видео, там, какая-то мадам прислала комментарий. Ну, видимо, она в Крыму живёт. И она так сказала, да, вот Россия тут, и мы тут так живём хорошо. Ну, из этих, наверное, из понаехов. А вот в Украине там вот у вас война. То есть вы сами виноваты, допустим, украинцы, что у вас война. Сами. А я ей написала коротко, что у вас ещё это всё впереди. То есть она посчитала, что это Украина виновата в том, что идут обстрелы, в том, что убивают мирных жителей, что люди должны бежать из своих домов. Ну, а я написала, что у вас ещё всё это впереди. И обстрелы, и бомбардировки. Ну, может быть, вам повезёт, и украинские военные, и нижние обстреливают мирных людей. Ну, мало ли, что будет и как будет. То есть у вас ещё это впереди. И это я вам всем говорю, крымчане, кто смотрит меня из Крыма. Убегайте оттуда, чем быстрее. Ну, туда куда-нибудь, за Урал. Потому что у вас будет. У вас всё это впереди. Ой, ты читаешь такие новости. Это просто. Знаете, как бы, ну, я даже не знаю. Вот как реагировать на это. Нормальный человек, живущий в нормальной стране, с нормальным сознанием, он такое воспринимает с ужасом. Ну, россияне привыкли. Вы же привыкли, что вас удавливали в Норд-Осте, что у вас убивали детей в Беслане, что вас взрывали в домах, пока не поймали за руку с этим гексогеном. И это, как бы, немножечко прекратилось. О том, что у вас россияне воевали с россиянами. Я имею в виду войны в Чечне. Вы привыкли к убийствам. Вам это нормально. Ну, теперь уже, я так понимаю, поплыли, и двухсотые поплыли в Россию. Как уже там у вас есть какие-то соседи, которые получили тело, или не тело, а что-нибудь там, что там положили в этот груб. Следующая новость, ну, такая, это такая, легкая новость, как пишут российские. Евросоюз захотел направить санкционное имущество россиян в помощь Украине. Европейские политики изучают, могут ли использовать оказавшиеся под санкциями имущество россиян для финансирования восстановления Украины. Как уточнили журналисты, речь идет об имуществе и активах, подвергнутых санкциям российских бизнесменов. То есть вот этих ворюк, которые ограбили вас россияне, у которых там яхты по 200 метров длиной, которые стоят 600 миллионов, 200 миллионов, 140 миллионов. Это из ваших карманов вытащенные деньги. Это ваши больницы, ваши дороги, ваши туалеты, как у людей. Где водой смывается в туалете. Не в дырочку в земле вы ходите, а так нормальный туалет. Это детские садики для ваших детей. Это оплата медицинской помощи, оплата лечения больных детей, которые больны там всякими онкологическими заболеваниями. Их есть возможность вылечить. Только нужны деньги на это. Вот, это яхты, это денежки плавают. Ну, а теперь, я надеюсь, что суд присудит это. Продавать это имущество, опустят те же ваши и выкупают его. Почему бы и нет? Они же могут выкупить свою яхту. Ну, те владельцы, у которых миллиарды, если их не отнимут, они смогут выкупить эти яхты. Почему нет? Что там, какому-нибудь там Усманову заплатить еще раз 600 миллионов? Ну, пусть заплатят. Ну, ему и достанется яхта. Еще раз. Из ваших же денег. Еще такая, знаете, мне понравилась новость. Вот это вот, я прочла. Вот это вот фигура такая, господин Рогозин. Ну, это такое, как бы, лицо, приближенное к телу самого главного опыря. Это очень интересный человек. То есть, человек никто, без никакого образования, там, какое-то там журналистское образование, писака. Этот человек управляет вашей космической отраслью. Рогозин заявил, что... Я очень смеялась, когда это прочитала. Рогозин заявил, что российская миссия на Марс пройдет без марсохода. Я вообще выпала из этого. Это, по его словам, у России уже есть космодром. Есть ракета-носитель. А создать посадочный модуль не составит труда. Ну, в общем, расплюнуть. А я так понимаю, что у России космодром, ракета-носитель, оно было еще и 50 лет назад. Вы знаете, вот я это читаю, я так думаю, что это как, знаете, как новости из сумасшедшего дома. Работы по реализации российской миссии на Марс, которая заменит разрабатывавшуюся вместе с Европой программу «Экзомарс-2022», начнутся в Роскосмосе уже в ближайшее время. В ближайшее время там. В ближайшее. Об этом журналистам рассказал гендиректор Госкакварации Дмитрий Рогозин. Мы отвечаем перед нашей наукой. Мы обязаны будем это повторить. Мы приступим к тому, что в ближайшее время развернут работу по реализации марсианской миссии. То есть, значит, как это говорится простыми словами. Роскосмос поганой метлой выгнали из европейской программы «Экзомарс-2022». Но лицо ж потерять нельзя, поэтому он говорит. По словам Рогозина, у России есть и космодром, и ракета-носитель. Я не устану это повторять. Также Роскосмос в силах создать посадочный модуль, аналогичный тому, что готовился под эту миссию вместе с «Экзомарс-2022». При этом, при этом, глава Госкорпорации добавил, что в российской миссии на Красную планету вероятно не будет марсохода. По его мнению, специальный аппарат может быть заменен самим посадочным модулем. Значит, перевожу, перевожу на нормальный язык. В лучшем случае, к Марсу что-нибудь пошлют. Я очень сомневаюсь в этом, конечно. В лучшем случае, оно долетит до Марса, если долетит. И потом с него, ну, что-нибудь туда сбросят. Это в самом лучшем, оптимальном варианте. За ваши деньги. Потом скажут, ну, вот модуль, он же там приземлился. Ну, он может там повредился. При, так сказать, при марсении. Или при примарсивании. Как вот, приземлении, при марсении, да. Это, знаете, из категории, как там, доставили вымпел на Луну. Это было во времена моего детства, там, доставили вымпел на Луну. Но это с этой категории. И, как говорит товарищ Рогозин, нужен ли там некий марсоход? Я думаю, что он и не нужен. Потому что сам посадочный модуль является научно-исследовательской станции. Самостоятельной. И его будет достаточно для реализации этой миссии. Почерпнул глава Роскосмоса. А теперь я еще раз перевожу уже на совсем нормальный язык. Значит, никто ничего никуда посылать не будет. Деньги, которые для этого выделят, их распилят. Этот же товарищ Рогозин, ну, кто там вместе с ним. А снимут кино. Ну, где-нибудь там, я не знаю, Россия большая страна. В ней много разных территорий. И найти подходящую какую-то декорацию для того, чтобы снять кино о том, как там примарсивается марсоход. Конечно, расплюнуть. Но это так, знаете, в идеале. А в неидеале это можно сделать легко и непринужденно. Мультик какой-нибудь такое кино подходящее, компьютерное. И потом вам покажут это, россияне. Вот приземлился модуль. Такой хороший, красивый. И покажут президенту этой страны. Для него не привыкать смотреть мультики с высокоточным оружием. И показывать всему миру. и пыжица. Вот у нас есть такое оружие. Какое-то там космическое оружие. Которое при ближайшем рассмотрении оказывается фикцией, брехней. А денежки с вас содрали, дорогие россияне. Понимаете, я вот не устану подчеркивать, что вас постоянно грабят, 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 грабят. А вы этого не понимаете. Ну, вы живете, знаете, по принципу. Никогда не жили хорошо. Нечего как бы и привыкать или стремиться к этому. Ну, дали вам там немножечко пожить там. Ну, не знаю, лет 15, наверное. Чтобы вы там могли за счастье поехать за 300 долларов поотдыхать с перелетом. Мне это вообще смешно такая цена. Куда-нибудь там, ну, в Турцию хотя бы. Ой, читаешь и просто, знаете, ну, вот вообще диву даешься. А еще мне понравилась новость. Такая очень освежающая. Очень. Это вот это вот относится к категории, когда нужно читать и, ну, в общем-то понимать, что ты читаешь. Минфин в России, конечно, предложил перераспределить ненужные в условиях санкций 486 миллиардов рублей из бюджета. Это заглавие вообще, это шедевр. То есть, в условиях санкций, вот вам наложили санкции, и у вас вдруг образовались 486 миллиардов. Понимаете, так на кой черт тогда Россия борется, чтобы с нее сняли эти санкции? Так давайте больше санкций, у вас же больше останется тогда денег. Вот в условиях санкций вам эти деньги вообще не нужны. А на кой они вообще нужны? Ой, я вообще, я читаю это, я, знаете, я думаю, это я читаю, это что-то такое, значит. Минфин подготовил предложение по оптимизации и перераспределению расходов федерального бюджета на 22-й год. Ненужные в условиях санкций расходы бюджета составляют 485,9 миллиардов рублей. Они пишут, какие это ненужные в условиях санкций. Это какие? Это те денежки, которые должны были в виде командировочных повыписываться вашим чиновникам, чтобы они могли за эти деньги поехать поотдыхать, освежить свое здоровье где-нибудь в Европе или там на Карибах или еще где-нибудь, да, такое может быть. Такая статья бюджета интересная. Или полечиться где-то на таких дорогих курортах. Угу. Ну, теперь. Или, например, таким как Володин чиновникам купить какой-то дорогой автомобиль и содержать его за государственный счет. Новый, конечно. Я уверена, у него есть там их много, которые содержатся за ваш счет, россияне. Расходы на выплаты по оплате труда, дотации и субвенции бюджетом регионов сокращать не планируется. Ну, вы же понимаете, раз написали, не планируется. Значит, их будут резко сокращать. Это учителя России, врачи России и прочие бюджетники. Это ваши деньги. Ваши. Так предполагается перераспределить расходы федерального бюджета, возможность использования которых в текущих условиях представляется невозможной или нецелесообразной в объеме 485,9 миллиардов рублей. Это так. Ненужные, да? Мы с вами уточнили. Ненужные деньги. То есть, они были, они должны прийти сверху. То есть, вот у вас уже все полностью покрыт бюджет и сверху вдруг упали эти деньги. Ну, а читаем дальше. Подобное перераспределение позволит обеспечить финансирование первостепенных расходов бюджета. Ага. Так, а как же это? Как же это сверху какие-то деньги? Если теперь за эти деньги будут финансировать первостепенные расходы бюджета? А если бы эти деньги вам санкции не оставили, то как бы финансировались первостепенные расходы бюджета? И что входит в первостепенные расходы? Если вы думаете, что это зарплаты вам, бюджетники, ха-ха, или ваше здравоохранение, я очень сомневаюсь в этом. Понимаете, вот как нужно читать ваши новости и понимать эти новости? Потому что ну все-таки кое-что, кое-что здесь можно прочитать и понять. ну и знаете, самая освежающая новость, это новость, от которой я пришла в ужас. Ну, вы же помните, особенно мое поколение, мы выросли на воспоминаниях и на рассказах о том, как гитлеровские врачи в концлагеря, ставили опыты на людях. Могу даже сказать больше, я как-то читала статью, что очень многие медицинские исследования, которыми пользуются до сих пор, современная медицина во всех странах, то эти исследования были получены там, в этих гитлеровских лагерях. Немножко цинично, но это так. То есть, вы помните, что делалось с людьми, как из детей кровь выкачивали полностью, как людей погружали в всякие кислотные ванны, каких-то стерилизовали, каких-то на живую резали, чтобы изучить, как реагирует организм. Так вот, в России свои есть такие врачи, скажем так. Гинзбург заявил о скором начале испытаний спутника М на детях. Я это как прочитала, а потом еще раз перечитала. На детях. По словам главы центра имени Гамалеи, клинические испытания на детях в возрасте от 6 до 11 лет начнутся уже через несколько недель. Вы вообще понимаете рассеяние, о чем идет речь? То есть на детях, ваших детях будут проводиться клинические испытания вакцины новой. вы знаете, в нормальных странах вообще вот я хочу заметить такие кремы для лица и прочие такие вещи, может быть даже какие-то витамины и все. Вообще это, конечно, очень жестоко испытывалось как бы на животных. Особенно, конечно, обезьянки. Там страдают и другие животные. Ну, вы знаете, собачки и прочие животные. так вот очень часто здесь, когда покупаешь какой-то крем, можно прочитать или какое-то средство там по уходу или еще что-то. Можно прочитать, что оно не тестировано на животных. А на ком оно тестируется? Оно тестируется на добровольцах. Ну, то есть есть люди и, между прочим, здесь вот иногда мне приходят там на фейсбуке приходят предложения, что мы хотим протестировать какой-то крем. Есть ли у вас желание принять в этом участии? Если есть желание принять участие, пожалуйста, ты можешь связаться, тебе там это дадут, ты там будешь на себя это, так сказать, использовать и так далее. Это, конечно, все делается за деньги. Желающие есть люди всегда на это. А здесь я в ужасе. Клинические испытания на детях в возрасте от 6 до 11 лет. Это что за дети? Это дети из детских домов или это будут давать родители своих детей. Это даже не то, чтобы написали, что уже испытанная вакцина и вот будут ее в воде. Нет, клинические испытания. Ну, я не знаю, это надо, наверное, сообщать об этом в организации объединенных наций, во всемирную организацию здравоохранения, что в России собираются начинать клинические испытания вакцин на детей в возрасте от 6 до 11 лет. Это даже дети уже такого возраста, которые, ну, это я не знаю, которые, они не могут себя защитить. Ужас. Ужас, что за режим. Это вообще бесчеловечный. Это даже переплюнули фашистский. Вакцинация детей в возрасте от 6 до 11 лет в рамках клинических исследований вакцины от COVID-19 спутник М начнется примерно через 2 недели. Об этом РИА Новости сообщил директор НИЦ научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Александр Гинсбург. Ой, господи, Гинсбург, не выговоришь даже эту фамилию. Реальное введение вакцин детям 6-11 лет в рамках клинических исследований начнется примерно через 2 недели. Это я не знаю. Это уже не фашизм даже. Я даже не знаю, как это назвать. У меня нет слов. То есть на ваших детях будет проводиться испытание. вакцина создана на основе классического спутника 5, применяемого для взрослых. Однако его дозировка уменьшена в 5 раз. Препарат состоит из двух компонентов. Их необходимо вводить с интервалом в 21 день. то есть выживет, выживет ребенок. Не выживет, мы ему уколем через 21 еще одну вакцину. Баба еще на рожает в России. Как сказал ваш самый великий военачальник убийца, который прежде чем начать атаку на минные поля перед там танками и прочими гнал живых людей. Просто вот читаешь такое, я вот такое прочитаю, больная хожу целый день. Я все время об этом думаю. Как это на детях будут испытывать. Россиянам не привыкать жалеть. Ну и совсем в конце я хочу сказать такую самую освежающую новость, пожалуй, как я уже говорила как-то, что все вот эти переговоры по телефонам, которые ведут эти вояки из России, они все прослушиваются, потом их выкладывают. Вся Украина слушает эти, как они мат через мат рассказывают своим женам и матерям, что им удалось тут украсть, как им тут хорошо или плохо, как они бросают свою технику. Ну и надо же понимать, что все всякие разговоры там этого высшего командования это уже под колпаком. Разведка высокоразвитых стран нас все это прослушивает и все это знает. Так вот, значит, поступили такие разведданные о том, что министерство завоевания России подготовило там по-простому я скажу докладной записки, в которой указаны потери. И очень интересно, какие потери. То есть украинское командование показывает где-то скажем 14,5 погибших российских военных. А у себя там, а вам россияне все время там какая-то цифра вот уже со 2 марта все 500, все 500, все 500 человек. Так вот, а на самом деле в этой записке, которую там Шойгу наверное или для Шойгу приготовили указано, что погибших на 18 марта россиян 12 814 плюс из всяких ЧВК те же россияне типа частная военная компания ну так знаете так как спецоперация а на самом деле война, ну так это частная военная компания на самом деле то же самое 4451 итого в сумме получилось 17265 человек вот за 24 дня жестокой и бесчеловечной войны в Украине Россия потеряла такое количество людей ну скажем так 17500 это ваши данные россияне россияне я так понимаю вас это и не впечатляет и не волнует ну вас наверное больше волнует сахар подорожал и его нет или там килограмм в одни руки ну или что в таком духе ну может быть когда-то вы все-таки сможете осознать это хотя такие еще бодрые комментарии продолжаются но уже стало меньше я так понимаю троллям платить никому или не хотят их уже оплачивать бесплатно ж никто не будет работать гадости ж в России никто не любит делать бесплатно правда хочется чтоб оплачивали ну а вентаке вас освежила новостями ну и теперь живите с этим с вакцинацией детей даже не с вакцинацией а с клиническим испытанием на своих детей а что там на вас еще испытывают ну теперь на вас будут испытывать как жить под санкциями это поколение которое выросло при том что в магазинах все было ну теперь они вспомнят Советский Союз как было в Советском Союзе как были очереди в Советском Союзе я что-то не помню что дрались в очередях а в России уже держатся у вас еще много интересного впереди ну а моя дорогая Украина у вас победит все равно может быть не так скоро может быть не через неделю но она победит и выйдет из этого испытания прекрасной страной слава Украине субтитры субтитры субтитры